Правительство США решит вопрос о введении новых санкций в отношении России в течение ближайших двух-четырех недель. Об этом в понедельник в Вашингтоне заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нулан. По ее словам, между США и ЕС есть согласие относительно нового этапа антироссийских санкций и речь идет о целых секторах российской экономики. В частности, США упоминают энергетику и банковский сектор. Напомню, что на саммите Большой Семерки в Брюсселе в начале месяца лидеры стран выдвинули России ряд условий, некоторые из которых до сих пор не выполнены, считают в Вашингтоне. Развитие ситуации на Украине и последствия кризиса для безопасности границ в Европе сегодня обсуждали эксперты в Вашингтонском центре Вудра Вилсона. Александр Панов собрал наиболее интересное мнение. От того, как будет развиваться ситуация на Украине, удастся ли этой стране сохранить единство и встать на путь европейской интеграции, зависит будущее всего континента, говорят сегодня ведущие эксперты Вашингтона. Транспортный самолет Ил-76, сбитый в Луганске, как полагают здесь российским оружием, атака толпы на посольство в Киеве и непечатное высказывание временного главы украинской дипломатии в адрес президента Путина, срыв газовых переговоров, события меняются стремительно, о потеплении приходится только мечтать. Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Сбигнев-Дзижинский полагает, что, оказывая помощь Украине финансами и оружием, Западу следует договариваться с Россией о компромиссе. Без этого мир невозможен. Россия должна получить ясность в вопросе того, что Украина не станет частью НАТО. Это очень важно для России со всех точек зрения, в том числе психологической. В то же время Россия должна уяснить, что Украина не станет членом мифического Евразийского союза, образования, которое президент Путин всячески продвигает, чтобы продемонстрировать особое положение России в мире. Но это не помешает Украине заключать торговые соглашения со своим соседом. Экономика двух стран тесно связана. По сообщениям газет, Барак Обама пользовался консультациями Бжезинского на заре президентства. Бывший советник убежден, американский лидер обидел своего российского коллегу, когда назвал недавно Россию великой региональной державой. Это только укрепило решительный настрой Владимира Путина. Бжезинский, внимательно изучивший труды новых идеологов русского мира и называющий их мистиками-шовинистами, полагает, что быстрый успех в Крыму вдохновил российскую власть защищать соотечественников не только на юго-востоке Украины. Существует потенциальная угроза Балтийским странам, Грузии, Молдавии и, возможно, хотя не столь очевидно, как с остальными странами, для Белоруссии. И это вызов для США, Европы и особенно НАТО. Америка увеличивает свое военное присутствие в Восточной Европе. Думаю, что если Германия, Британия, Франция разместят там, пусть символические, но регулярные части, это будет очень эффективно. Символизм в политике играет большое значение. Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер согласен с опытным аналитиком. Западные санкции, пусть символические, сыграли свою роль. Это работает. Но нельзя останавливаться, говорит дипломат. 2 мая президент Обама и канцлер Меркель предупреждали, если Россия будет пытаться сорвать выборы, будут введены новые санкции. Из-за действий сепаратистов, поддержанных Россией, выборы были сорваны в Донецке и Луганске. Наказание не последовало. На саммите Большой Семерки говорили о недопустимости российских военных поставок сепаратистам и угрожали санкциями. Мы наблюдаем ухудшение ситуации появления у сепаратистов тяжелых вооружений, танков, установок, которые могут сбивать самолеты. Если мы действительно хотим перемен в политике России, Западу нужно быть жестче и последовательней. Речь идет о будущем всей Европы, предупреждает председатель Международной конференции по проблемам безопасности в Мюнхене Вольфганг Ишингер. Ставка гораздо выше, чем судьба одной Украины, считает немецкий дипломат. Лидеры европейских националистов, такие как Марин Ле Пен, не скрывают своих восторгов в отношении президента Путина. Он стал для ультрарадикалов примером сильного национального лидера. Успех подобных партий на недавних выборах в Европарламент свидетельствует о том, что к ним пора перестать относиться как к маргиналам. А значит, утверждает Ишингер, речь идет не только о безопасности границ, но и о безопасности европейских ценностей. Александр Панов, Дмитрий Шахов, RTVI, Вашингтон.